приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы уделим внимание нашим учителям нет не просто учителям а нашим врагам который если посмотреть со стороны то мы увидим что это наши учителя как узнать наших врагов какую практику провести а также какое слово вам нужно сказать чтобы ваши враги не просто ушли из вашей жизни а покинули вашу жизнь навсегда и больше не мешали вам двигаться дальше познавать созидать творить а также приумножать свой достаток давайте вместе с вами будем разбираться давайте начнем с того что на протяжении многих лет мы с вами используем соль но порой даже наверное не догадываемся насколько сильную энергетику она имеет и что способна с ее помощью делать ее свойства открыли еще в древние времена но тогда не все имели возможность ее использовать так как она была очень дорогая и достать ее было практически невозможно а те кто могли это себе позволить по тем временам были единицы и это в основном были очень богатые люди но нам с вами повезло повезло большие проблем с этим нет мы можем приобрести в любой день недели если например нужно для какой-то практики а также взять у себя на кухне потому что у каждой хозяйки в доме она имеется в свободном доступе чем же такая уникальная соль думают многие из вас знаете она многофункционально ее использовать можно и для очищения жилья энергетики любого человека она способна убирать очень сильный даже разрушительный негатив такой как порча ненависть сглаз снимать привороты убирать влияние ведьмы и энергии вампиров также соль способна притягивать различные положительные энергии наполнять ними вашу жизнь и жизни ваших самых близких людей она способна притягивать и различные энергии которые вы только пожелаете например такие как счастье удача благополучия она способна помочь найти любовь уладить конфликты в семейных отношениях а также привлечь денежную энергию очистив энергетические потоки для ее поступления если принимать заговоренную соль в пищу у вас не будут проблем со здоровьем а хронические болезни просто будут обходить вас стороной с помощью соли можно научиться читать определенные магические слова на богатство удачу сделать свою жизнь и дом полной чаши чтобы нужда обходила стороной а приятные события и моменты наоборот наполняли вашу жизнь если носить в кошельке кристалл крупной соли выбранной из пачки которую вы купили в полнолуние то можно очень быстро приумножить свои сбережения сделать финансовое состояние значительно лучше а жизнь успешнее когда будете размещать такой кристалл старайтесь чтобы он ни в коем случае не контактировал с монетами лучше если он будет находиться в отдельном карманчике когда будете его класть трижды проговорите такие слова соль я тебя в доме для денег размещаю уютом наделяю мне взамен помогает денежную энергию что в данном кошельке обитает приумножай и когда уйдет сразу ее обратно возвращает чтобы денежные проблемы стороной обходили ко мне близко не подходили это очень простой секрет но используя его вы увидите насколько он действенный также если у вас в доме постоянные ссоры скандалы что мы делаем возьмите у входной двери насыпьте полосу из соли при этом проговорите такие слова соль негатив весь к себе притяни его собери черту для недоброжелателей выстави все кто в дом этот со злом войдут ничего хорошего здесь не обретут ссоры и семьи убираю недоброжелателям больше радость не доставляю положительной энергетикой себя и свою семью окружаю от любого влияния извне защищаю соль должна так находиться три дня вы каждый день повторять сказанные слова как только время истечет соберите смойте и в канализацию все ссоры и проблемы тут же уйдут из вашего дома они доброжелатели которые впредь войдут к вам на порог вот чувство дискомфорта и стараться покинуть ваш дом а в их семьях начнутся неприятности и проблемы что поможет вам увидеть кто же с такими помыслами к вам приходил вы знаете есть очень много различных учений которые связаны с солью если знать хотя бы большую часть из них то тогда возможно корректировать свою жизнь защищаться от злых людей быстро реагировать на возникшие у вас проблемы пока они не стали хуже того момента когда начались солью связаны правила ее нужно уважать не одалживать никогда и никому так как соль способна впитывать энергетику дома и людей которые ее окружают отдав такую соль в другой дом и другим людям вы к сожалению целенаправленно отказываетесь от своей энергетики и положительных энергий которые вас окружают и наделяют ваш дом показывая им что не нуждаетесь в них и можете спокойно без них обходиться что в результате сможет перекрыть доступ энергиям к вам чем принести вашу жизнь различные неприятные ситуации с которыми вам придется справляться и бороться на протяжении долгого периода времени поэтому лучше не рисковать и соль которая находится в вашем доме должна продолжать находиться в нем и служить только тем людям с кем вы живете под одной крышей если вы боитесь обидеть человека отказом сходите в магазин и купите для него персональный пакетик соли но ни в коем случае не берите ее обратно так как вместе с ней можете забрать проблемы того кто будет вам ее возвращать поэтому оговорить этот вопрос сразу чтобы больше не возникало неприятных и непредвиденных ситуаций также соль способна нормализовать и сон маленького ребенка для этого нужно три щепоточки насыпать на раскаленную сковороду сделать ней три круга по часовой стрелке затем дать ей остыть после этого сыпать насыпать белый тканевый мешочек разместить под кроваткой вашего малыша или же просто в любом месте в спальне проговаривая при этом такие слова соль кровиночки моей помогая ее сон оберегай все кошмары отгоняй положительными энергиями ее или его лишь укрывай сделав это вы увидите что ребенок сразу станет намного спокойнее перестанет капризничать а сон намного улучшится солью связаны многие поговорки и правила нужно этого всего придерживаться так вы будете показывать ей свое уважение и когда в следующий раз придете к ней за помощью она обязательно вам поможет так как будет ощущать что вы стремитесь к знаниям и учитесь чему-то новому постоянно и придерживайтесь того что с ней связано вы удивитесь но соль способна вам даже указать на врага который может находиться возле вас а вы даже ничего не подозревая считаете такого человека другом если у вас все было хорошо а затем в один момент начали происходить неудачи какие-то неприятные события все что вы ранее планировали разрушается вашей жизни то чего вы достигли начали вы терять несчастье становится вашими спутниками значит возле вас находится тот кто помогает этому всему вас происходить и вам нужно начать сразу же действовать пока не пришел такой момент когда сделать это будет уже очень непросто и понадобится много сил и энергии поэтому возьмите любую емкость это может быть как небольшая банка так и стакан или еще что то что есть у вас свободном доступе перед самым сном наберите в нее проточную воду и установите данную емкость в изголовье вашей кровати обязательно с левой стороны там же в изголовье положите щепотку соли и веточку лаванды когда ляжете в постель высыпьте соль в стакан поднимите его над головой и размещайте по часовой стрелке веточкой лаванды при этом проговаривайте такие слова соляной раствор покажи кто не друг мой пусть энергетические потоки мои очищаются а ему в этот момент не засыпается так как негатив к нему возвращается проговоривайте слова разместите данный стакан с веточкой на лист бумаги в изголовье и уже после проделанного можете в любом месте где вам удобно а затем уже ложитесь спать с мыслями что у вас все наладится и станет даже лучше чем было прежде все проблемы неприятностей накопившийся негатив уходят от вас туда откуда и пришли в эту ночь вы будете спать очень сладко вам будут снится красивые красочные сны во время сна может даже приснится ваш недруг проснувшись утром ни с кем не разговаривайте возьмите стакан откройте входную дверь и трижды поляпайте макая веточку полыни воду за дверь при этом проговаривайте такие слова это вода негатив собрала я его распространяю не друга встречая он придет негатив хозяину своему и перейдет этот негатив больше никому не навредит кроме того кто его отправлял можете не переживать по этому поводу воду вылейте а веточку вынесите выбросите мусор в очень скором времени человек который желает вам зла появится на пороге но не сможет объяснить внятно для чего он пришел но может и что-то например попросить если попросит соль или сахар значит хочет навести порчу и брать от себя этот негатив который он сам начал ощущать если же что-то другое значит это в нем говорит ненависть и элементарная зависть ни в коем случае в этот день не впускайте его в доме конечно же ничего не давайте пусть собирает свой негатив и уходит прочь после проделанного данный человек может больше никогда к вам не прийти даже если до этого вы были близкими друзьями не удивляйтесь пожалуйста потому что зависть имеет свойство портить людей но лучше определять их на раннем этапе чем когда исправить уже практически сложившуюся ситуацию будет невозможно но чтобы выставить сильную энергетическую защиту от недоброжелателей возьмите в жмению левой руки соль выйдите на улицу на правой скрестите пальцы две руки поднимите вверх и трижды проговорите такие слова соль в помощь призываю ту что в кулаке сжимаю энергиями сильными себя с ее помощью окружаю благодаря ним биополе укрепляю чужому влиянию на себя дорогу перекрываю как луна растет таки моя защита крепчает ее сломать сможет только тот кто-то все крупинки соли этой собрать сможет проговорив эти слова обязательно бросьте соль через левое плечо и уходить из данного места не оборачиваясь пальцы на другой руке разожмите уже когда отойдете далеко с этого момента сильная защита от недоброжелателей у вас будет установлена вам больше никто не сможет принести вред также обращаем ваше внимание что те люди которые окружают нас это всегда наши друзья мы думаем о том что это люди которые нам всегда будут помогать самые тяжелые моменты но вы должны понимать что в нашей жизни есть и враги есть недоброжелатели которым он приходить к вам домой и посыла отправлять вам посылы зависти и ненависти а вы должны понимать о том что вы не всегда можете быть сильными энергетически потому что у вас могут быть какие-то проблемы в семье на работе с родственниками и так далее и когда вот где там происходит надлом и вот эта энергетика отправленная ваш адрес может чему привести может привести к проблемам поэтому вы можете злиться вы можете ругаться вы можете ненавидеть своих врагов и недоброжелателей но таким образом вы также отправляете посылы негатива посылы разрушения и к чему это приводит это всегда приводит скандалом ссором и все идет по новому витку по новому развитию с каждым разом знаете каждая страна переходит какую-то красную черту и это все усугубляется и ухудшается но мы вам предлагаем далее провести очень простую практику вы знаете своих врагов вы их уже поняли благодаря практикам благодаря их ним действиям благодаря тому как они говорят что мы делаем представьте себе что ваш враг в независимости это коллега на работе это ваша соседка представляете что это ваши учителя потому что вспоминайте как вы в институте учились получали высшее образование вы были подготовлены как вы думаете до к лекции и у вас был зачет экзамен и вам все равно ваши учителя старались задавать какие-то каверзные вопросы но в тот момент преподаватель профессор не был для вас врагом да вам такую не вы бы злились и были недовольны только за то что он вам ставил не ту оценку на которую вы рассчитывали вот так и представьте в жизни что это ваши учителя те которые вас учат которые заставляют вас быть более мудрее более терпимее и когда вы набираетесь вот этого жизненного опыта навыков то вы по-другому смотрите на свое окружение даже должны понимать это что если в вашей жизни есть враги есть недоброжелатели вы должны научиться с ними не общаться не отдавать свою энергию да это очень сложно но вы должны понимать это что очень часто бывает так что вы помирились со своими недоброжелательными со своими врагами а не прошло как говорится и полгода и снова та же ситуация проигрывается но уже в каком-то такому двое нам состояние поэтому вы должны сами себя научить что ваши враги ваши недоброжелатели ваши недруги это ваши учителя по жизни но вы должны их благодарить за это мы сейчас и отпускать и как говорится на свободу больше к ним не возвращаться поэтому когда вы осознали сами для себя что ваш враг это учитель это очень важно то есть вы не даже в момент не злиться не ругаться и отправлять какие-то негативные посылы скажите следующие слова благодарю учитель мой называйте имя того учителя если это несколько человек пусть это будет несколько назовите и скажите дальше за знание и опыт моей жизни истина да будет так и если вы как только вы начинаете вот хоть вам же вот вас проявляется желание знаете вот вы видите что где-то несправедливость что вы хотите злиться в этот момент что мы делаем просто возьмите стакан воды и начинаете пить к маленькими глоточками водичку или а возьмите открывайте кран и просто промывайте руки и в этот момент представляете как вы с водой убираете любой негатив любые негативные посылы в адрес ваших врагов как только вы научите себя воспринимать и осознавать понимать о том что ваши враги это ваши учителя вы увидите как ваша жизнь кардинально изменится это сложно потому что мы считаем что в наш враг и его знаете нужно убрать со своей дороги но вы должны обращать это как только вы его видите учителем он уходит из вашей жизни при этом моментально помните об этом вот такой важный ценная информация мы хотели с вами друзья поделиться обязательно используйте эти практики своей жизни с вами как всегда был канал эзотерика для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео эта информация действительно будет полезна и важно но прямо сейчас на экране вы видите всплывающие окна это следующее рекомендованное видео именно для вас нажимайте смотрите там много ценной для вас информации